Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Комменбай. Я сейчас нахожусь в Вилейском районе, эти места просто супер, да, здесь кругом всегда, мне нравится здесь работать из-за того, что здесь просто жизнь останавливается, она стоит на месте, леса, озера кругом, ну, просто класс. Единственное, что, да, далеко мы находимся, это 95 километров от Минска. Заказчик ко мне обратился, обычно я, как я работаю, вы ко мне звоните, я выезжаю на объект и делаю замеры определенные, ну, на такие расстояния, я просто так не езжу. Поэтому мне человек скинул информацию на Viber, я оценил, я посчитал, сделал расчеты, что мне говорит заказчик, говорит, на тот момент человек, который искал монтажника и человек, которому продаст дымоходы в одном месте. Окей, Дмитрий, едь. Прошло три недели после того, как мы пожали руки виртуально, и я приехал сейчас на объект. Смотрите, какая у нас здесь ситуация. Вот эта вот пристройка, пристройка накрыта шифером, андулином, и внутри стоит твердотопливный котел. То есть труба будет выходить вот в этой пристройке. Это классика, когда стоит определенный дом, когда люди покупают дом, и к нему начинают делать пристройки для того, чтобы увеличить объем. Так, САСовский котел будет стоять с автоматикой. Ну, по ним вопросов вроде бы нет, да и практически по всем твердачам. Они работают, когда все хорошо, когда с сырыми дровами вы не топите, когда дымоход достойный. Будет все работать. Смотрите, много согласований у меня с заказчиком было. У меня фотографии, когда высылали вот эти вот все обвязки, сантехники. Не было ни насосных групп, ничего не стояло. Здесь у него идет 180-й выход. У него установлен здесь шилерный костер, который регулируется, конечно, с установкой в определенном положении. И единственное, что я попросил для того, чтобы между балками поставили котел. Здесь место ограничено со всех сторон, но не разгонишься здесь. Давайте посмотрим. Вот такая вот комната маленькая. Единственное, достойное место было, это только поставить вот здесь. Здесь стоит, да, до стенки там больше метра, я смотрю. Это обязательно, до противоположки должно быть без этого никак. И что мы будем делать? А, знаете, что мы будем делать? Вы сейчас увидите, что такое напольный дымоход. Я вам покажу, кто не знает. Есть и такое понятие, да? Есть насадные дымоходы, приставные дымоходы, а есть еще и напольные. И пойдем вверх. Прочистной тройник, конечно, поставим, чтобы можно было обслуживать дымоход, чтобы был доступ к нему. И запустим. Все, начинаем работать. Смотрите, следите, будут вопросы, комментируйте, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы знать больше информации. Работаем. Мы приступили к работе. Сначала, когда мы общались с заказчиком, вот это вот расстояние согласовывалось. От котла до стенки 35 см. Так оно и есть. Но вот это вот расстояние, труба, которая идет, еще добавляет 10 см. Итого мы вышли на расстояние от стенки 26 см до котла. А у нас утепленная труба 180 на 280 см. И мы не помещаемся. Котел обвязан, мы не можем его двигать ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо. И сейчас мы будем заниматься гулибничеством, обрезать тройник, смотреть, как подгоняется. Реально, если нам повезет, будет очень хорошо. Есть такая вероятность. Почему? Потому что я сейчас сниму загрузку, покажу вам на примере прочесного тройника. Вот этот вот прочесной тройник. Что мы будем делать? Ну, только не на этом тройнике, а на том, который подключение. Мы срежем вот эту часть, плюсовую полоску и все. У нас есть маленькая-маленькая вероятность того, что развертка, которая вот эта вот часть боковой трубы, будет немножко больше. Не 180, а 181-182 мм. Мы на это очень надеемся. Потому что мы примерили, труба идет в стык, минусовая часть, 180 минус, она буквально там, на пару миллиметров становится. Поэтому мы сейчас обрежем, дай бог, что нам, ну, просто удача нам повернется, если мы сможем его вставить. И тогда мы обрез срежаем сейчас 9 см, и мы вставляем вовнутрь, и мы выходим как раз на эту вот точку соприкосновения вот с этой трубой. Но это не в наших руках, поэтому мы сейчас режем. И, ну, бывают такие ситуации, да, к сожалению. Заканчиваем монтаж дымоходов. Сейчас уже темно, поднимемся немножко повыше. Вот такая картинка у нас получается. Пошли, если на улицу пару моментов монтаж, я вам покажу. Ну, чтобы вы понимали, темно. Так, смотрите, вот наша труба. Поднялись мы 2,5 метра где-то общая высота. Вот такие оттяжки поставили. Они необходимы, когда у вас перестройка идет. Кстати, оттяжки, потому что труба должна подниматься примерно 2,5 метра. Смотрите, монтажный момент. Вот у нас вот кровельный проход. Видите, где прорезает. Когда у вас попадаете в такой стык, я постоянно говорю о том, что обязательно сверху должен накладываться лист. Нам повезло. Здесь у нас получилось, что мы взяли один лист кровельного, кровельного андулина, и загнали его под этот край. И все. Теперь спускается вот сюда. Здесь уже положена у нас бутылка очковой лента. И спускается все аккуратно вниз. Все. Потому что если вы этого не сделаете, то вот отсюда, вот в этом месте, постоянно будет стечь. Может пройдет там полгода, год. И вот такие оттяжки стоят. Надежно. Именно вот так, на три стороны. И спите спокойно. Потому что труба, говорю, она высоко смотрит. Потому что тяга здесь должна быть достаточно. А чтобы она была, надо обеспечивать высотой дымохода. Все. Пускаюсь вниз и покажу вам все остальное. Проложение разговора. Смотрите, что у нас получилось. Закончили мы этот дымоход. Темно, да, поздно. Но, к сожалению, сейчас конец ноября месяца. Темнеет очень рано. Смотрите, как вы сделали. Чудо. Да. Мы обрезали полностью раструб. Раструб обрезали. И минусовую часть уже ухитрились. Именно ухитрились. Это нестандартная позиция. Вставили мы ее в дымоход. Который выходит в выход дымохода на котле САС. И у нас вот с этой стороны, если вы посмотрите, вот, еще где-то полтора-два сантиметра до трубы остается. Ну и до стенки. Поэтому, когда по телефону так вот работаешь, не все можно предусмотреть. Но вышли из положения. Теперь объясню, почему дымоход называется напольный. А вот почему. Вот у нас дроник, который опирается вниз. У этого дроника внизу утепленный сборник конденсата. И от него уже, вот здесь вот такие уши сделаны. Видите, да? Вот эти вот уши. Этот сборник конденсата должен был стоять на земле. Ну, мне кажется, что так может быть и лучше. И если тройник начинает ходить, вот сюда просто анкера вставляются. Вот сюда один. И вот сюда вставляется второй анкер. И труба фиксируется. То есть вся нагрузка идет на пол. Ну, в данном варианте у нас на кирпич идет. Все. Вот этот опрочистный карман. Он должен быть, он обязательно. Никаких грибков наверху не надо. Не ставьте. Надо прочистить дымоход. Открыли заглушку, прочистили. Вам не надо лезть наверх, на крышу. Вы можете это все сделать снизу. Вот такая герметичная у нас получилась система. Все. Ну, и дальше утепленный узел, противопожарный узел. И система собрана вся, конечно, по конденсату. Весь конденсат стекает вниз. Еще раз напомню, прочистку можно проводить снизу, вверх. Не надо вам наверх залазить. Ну, в данном варианте, я считаю, что это очень красиво, надежно. Везде заклепки стоят, и этот котел будет работать. И очень большое преимущество котлов, я считаю, не все. Обращайте внимание. Вот эта вот прочистная дверца, дверцу, когда ее не открыли, она прочищается вся до конца. То есть, горизонт вы можете прочистить. Потому что бывают такие котлы, их очень много, где теплообменники ставят не трубчатые, а выходят вот таким вот образом, и нет доступа к задней стенке. Здесь плюс, у этого котла стоит, такие вот ревизионные кармашки, они очень удобные. Поэтому по твердачам можно очень много разговаривать. Для этого есть специально обученные люди, кто продает этими котлами. Потому что рынок огромный, есть между чем выбрать. Поэтому не летите, не покупайте первопопавшийся котел, повыбирайте. Все, всем хорошего настроения, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал. Пока. Продолжение следует...